Пилоты и представители команд улетели уже через пару часов после финала Гран-при России. Воскресная гонка, собравшая полные трибуны, подарила зрителям непередаваемые эмоции. Мне кажется, что гонка была не скучная, а интересная. Там Хэмилтон первый, как всегда. Он вышел вперед. Это непередаваемые эмоции. Я тоже журналист. У меня очень много впечатлений. Эти гонки останутся в моем сердце. Я был на трибуне Т4, который Даниил Квята, трибуна. Был виден длинный заточной поворот. Ну и достаточно интересно было. Автограф взял у Ника Хюлькенберга. Видели боссов команд, видели их руководителей. Со многими сфоткались, сфотографировались. Очень хорошие, добрые люди, открытые. А знаменитого спортивного художника Марка Ара гонка вдохновила на новые шедевры. За три дня французский живописец создал пять работ. Он известен тем, что пишет картины прямо во время соревнований. Формула-1 в Сочи поразила Марка Ара не меньше, чем Олимпийские игры. Очень классно, очень хорошо. И я был очень рад быть там, потому что я вспомнил Олимпиаду. Это было как продолжение Олимпиады. И я встретил даже люди, которые я встретил на Олимпиаду. Вчера и после вчера. Аэропорт Сочи в дни проведения формулы работал в режиме пиковых нагрузок. Только в понедельник было обслужено около 11 тысяч пассажиров. 8,5 тысяч из них улетали из города. Аэропорт справился. Это здорово. Надо побольше таких мероприятий. Конечно, и город ожил, и у нас все здесь ожило. Это очень приятно. И то, что мы наработали во время Олимпиады, вот это умение работать в пиковые часы, в пиковые нагрузки, это все работает. Я думаю, что мы еще больше и лучше подготовимся и к следующему году. Организаторы Гран-при России в свою очередь напоминают, что это только начало. Контракт с Формулой-1 подписан на 7 лет. И в следующем году команда и болельщики снова вернутся в Сочи. Как заявил промоутер Гран-при России Сергей Воробьев, в 2015-м королевские гонки в Сочи смогут увидеть уже не 55 тысяч зрителей, а 75. А в предстоящие выходные на автодроме пройдет в незачетной Гран-при России серии Max Power Cards и Porsche Club Cup. Гоночный график сочинского автодрома в этом году будет насыщенным. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.